Всероссийская выставка «Смотр» изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Салют. Победы» проходит каждые пять лет. Готовятся к ней ивановские мастера и умельцы начали еще весной. В региональном этапе конкурса представлены десятки работ в разных жанрах. Объединяет их одно – тема войны и долгожданной победы. Еще одно обязательное условие участия – все авторы-самородки – умельцы без профессионального художественного образования. У нас здесь представлены работы 21 автора – это художники и мастера домов-ремесел, индивидуальные мастера. Сегодня у нас уже прошел экспертный совет. Сотрудники художественного училища и заслуженные художники Ивановской области смотрели, отбирали. В качестве критерий была выбрана и композиция, и идея, и цветовое решение, и то, как сделано. Конечно, не смотрели, не придирались очень строго, потому что понимали, что это люди зачастую просто самоучки, не имеют, даже их не учили многим вещам, которые знает любой выпускник художественного училища. В таких работах важна не филигранность исполнения, а идея, история, которую хотел рассказать автор. Наиболее эмоциональными получаются такие, которые созданы на основе личных переживаний и семейных историй. Кукольница через композицию «Триптих» рассказала о своем деде. Уйдя на войну, он уже не вернулся домой. Последние минуты прощания, когда семья еще вместе, автор отобразила в своей работе. Таких композиций, цепляющих за живое, много. Есть также кукла пропавшей без вести, которую выполнила Светлана Соловьева. Она взяла фотографию пропавшего без вести воина из интернета, изучила его историю. Другой мастер, Антон Пономарев, сделал миниатюрную фоторамочку. И вот она сделала такую куклу, в которой использовала и натуральные валенки, и пальтошила из старинной ткани, ну старого драпа, платок. То есть настолько все аутентично тому времени. И вот трагизм этой фигуры, кукольной, казалось бы, но это не игрушка, это скульптура текстильная получается уже. Вот смотришь на нее и все понимаешь. Выставка открыта для посетителей Координационно-методического центра культуры и творчества до 12 октября. Наиболее яркие и самобытные работы пройдут в следующий межрегиональный этап конкурса, который пройдет 16 октября в Твери. Окончательные же итоги подведут в Москве в 2020 году в преддверии 75-й годовщины Победы.